У вас агай, с вами Макия и Милка, и я начал заново проходить игру Стрэнда Ди. Всё дело в том, что я, ну, часа, наверное, три точно искал пропеллер. И мало того, что я посеял свой основной остров, на котором у меня было всё, так я так понял, что это баг самой игры, из-за которой я не могу найти этот пропеллер. То есть, походу, он полностью исчез. О, видите, вот как раз, блин, где он был, пропеллер? Вот сейчас я сразу нашёл, а тогда, ну, даже, наверное, больше трёх часов я искал этот грёбанный пропеллер, и найти, ну, вообще нигде не мог. То есть, везде повторялись предметы, то есть, у меня было всё, по пять, по шесть деталей, но этого пропеллера, ну, нигде вообще не было. Поэтому вот я и решил начать заново проходить игру. То есть, я сейчас быстренько постараюсь найти все нужные элементы крафта для мотора, чтобы я скрафтил сразу эту лодку с мотором. Вот. И тогда уже сохранюсь. И буду записывать следующие серии именно с этого сохранения. Вот. Да, у меня уже будет лодка, потому что, ну, серьёзно, ребят, выбесило. Я так очень-очень, я давно хотел скрафтить эту лодку, но из-за того, что у меня не хватало нескольких деталей, я не смог этого сделать. И вот я решил, собственно, начать игру заново, чтобы избежать этой проблемы и быстренько её решить. Так, что у нас в монетаре? То есть, смотрите, в принципе, у нас двигатели есть, пропеллер есть, остался толкательный какой-то там насос, по-моему, или толкательный двигатель, как-то так. Изолента, канистра, чтобы пополнить бензбак. И ещё там что-то, я не помню что, но, в общем, я быстро найду. То есть, смотрите, я только начал игру, а у меня уже столько деталей. И, наверное, всё-таки, давайте я сейчас сохранюсь на всякий случай, потому что только что я играл, я нашёл практически все детали, где-то, ну, может, за минут 20 максимум. И, в конце концов, на меня напала акула, она меня укусила, плюс я наткнулся на рыбу ежа, буду её так называть, потому что она с колючками. В общем, я наткнулся на эту рыбу, и плюс у меня, помимо раны от акулы, были волдырики, то есть, выожжок помимо тела. Поэтому я решил сохраняться довольно-таки часто. Если я что-нибудь не ценное, то будем сохраняться. Вот, и также, ребят, пожалуйста, если вы знаете, как ориентироваться по этому грёбаному компасу, чтобы я больше, ну, чтобы мне больше не было такого, что я обустроюсь, и тут хераси, я тупо потеряю его. Вот, то напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как же им, мазафака, пользоваться. Так, и, о, фонарик. Флайр можно выкинуть, фонарик пусть пока что побудет. Но я думаю, что в этом затарнувшем корабле я найду ещё какую-то, ну, минимум одну деталь, нужную для крафта мотора. Так, давайте посмотрим ведро. Но ведро пока что мне не нужно, поскольку у меня есть бутылка. Так, что это только что было? Ой-ой-ой, нужно набрать воздуха. И нужно быть очень бздительным, хотелось бы сказать. Нужно быть очень бдительным, потому что, на самом-то деле, морских ежей, вот этих вот рыб, очень много, и попасться, и наткнуться не очень вероятно. Так, вот, только что чуть я на неё как раз и не наткнулся. Давайте посмотрим, что мне не нужно из всего имеющегося. Нож можно выкинуть, поскольку у меня уже есть топор, а в будущем я найду мачете. И сейчас, так вот, я вернусь в этот корабль и заберу канистру, в которой есть бензин, которым можно пополнить мотор, чтобы он был работоспособным. Ну, и давайте вернёмся к нашему хосту. Ага, вот я хула подплыла. Хостула такая. Ну, конечно же, я уже не могу не использовать этот бак, потому что он очень полезный. Поскольку у меня нет лодки с мотором, и они могут быстро перемещаться, то мне приходится пользоваться этим баком. Вот так. Так, я вижу какие-то обламки. А, так, стоя, бояк что-то уже был. Я всё, да, я обыскался. Думаю, нужно ещё раз сохраниться. Конечно, очень жалко, что в прошлое сохранение полетело, потому что я там прожил уже, ну, думаю, дней 20 точно. А здесь нужно начинать всё заново. И, собственно, накапливать эти дни сурвайл. Такс. Вот это тоже можно окинуть. Хотя, давайте посмотрим, что у нас... А, нормально ещё. Всё абсолютно нормально. Можно, в принципе, нарубать немножечко... Даже не, я рубать не буду. Просто пробегусь, посмотрю, что да как. Пособираю палочки, пособираю камни. Скрафчу костёр. Может быть, даже копьё. Не знаю. Так, а компаса? Нет, компаса у меня ещё нет. А вот и крабы, которые можно... Которого можно убить. Так, и я им насыщусь. Но немножечко попозже. Так, вот и краба у меня уже есть. Смотрите, в самом начале у меня уже есть почти мотор. Вот, есть пропитание. Много материалов нужных для будущего. Вообще, всё супер, всё жесть. Вот ещё и картошечки нашёл. Ну, давайте тоже сейчас вот сорвём палку, я думаю, можно... Хотя... Знаете, как я сделаю? Так, сейчас я выкину эти палочки. Съем картошку, что мой персонаж в ближайшее время не голодал. Вот, так, теперь мы пойдём отнесём всё моё добро ближе к моей лодке. Вот сюда вот. Где-то я здесь вот скидывал. Вот. Так, скинем всё здесь. Вернёмся там. Я видел каюка есть, с которой можно добыть... Ну, насколько я понял, четыре верёвки мне уже обеспечены. И плюс дособеру те палочки, которые я ещё не собрал из-за ухвата свободного места внутри. Вот, раз, два. Так, ай, тут даже нет, у меня будет даже шесть верёвочек. Отлично. Так, более чем замечательно. Ещё и камень подобрал. Реально, вот, там очень богатные материалы природные. Так, и здесь должно быть палочка, или несколько палочек, если память не подводит. Или я уже всё собрал. Окей. Ну, ничего страшного, потому что я и так уже насыграл очень много чего, что мне потребуется. Реально потребуется. Это нужно всё скинуть. Смотрите, сколько у меня палок. Я это ещё не скинул, у меня одну пальму, а у меня уже столько палок. И я уже могу скрафтить себе костёр, на котором буду жарить еду. Это первое время. Я на этом острове надолго не буду задерживаться, потому что я хочу построить себе нормальный дом. Но, опять-таки, пока я не скрафчу этот грёбаный мотор, я не буду обустраиваться жёстко на каком-то определённом острове. Можно смело отправляться к какому-нибудь острову. А вот я уже вижу. Да. Буду ходить именно на этот остров. Посмотрим, что я найду по пути к нему. А может и на самом острове. Ну, поскольку у меня все индикаторы в норме, то есть я с собой ничего особенного не беру. Ну, вот поскольку плыть мне здесь не так уж и много, к тому же с этим багом всё будет реально очень быстренько. И доплыву я без каких-либо проблем. И не помешал бы мне найти компас. Ну, я, да, признаюсь. Хоть я и не совсем умею им пользоваться, но он бывает очень полезным. Так, и несмотря на то, что здесь плавает несколько алкул, я беру топор в руку. Так, рубану эту акулу с леванца. И давайте посмотрим, что я здесь могу интересного найти. Так, ведро надо. Пока что не надо, но пока-то ладно, пусть побудет. Это хэммер. Как я не знаю. О, канистра. Ну, я не знаю, ладно, пусть это будет. Не буду тратить лишние материалы. Это я тоже с собой возьму. И так, пока на меня. Вот так вот, вот так вот. Напала, падла, успела, успела хапануть с меня. Хапанула, да? Так, куда я плыв? Значит, так, я если оттуда плыл, то... Так, бля, муха. С двумя будет так уж легко справиться. Ну, ну что, тогда я багу, я успею. Ёб, твою дивизию. Ла-ка-луч-ка-ла. Пошли вбанивать сюда. Так, если я плыл оттуда, то плыву, вот я плыву сюда. Вот, 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 вот эту сторону. Ну и что ж, продолжаем к нему путь. И ещё одно место погружения. Но, конечно же, я не отправлюсь на эту глупь без моего топора. Потому что, не дай бог, на меня нападёт какая-то акула. То я ей сразу пиндюлей пропишу. I feel ill, да? Пошёл ты в баню. О, отлично. Смотрите, сколько всего. Витамины. А, вот, витамины вроде принять можно. Я только не помню, антибиотики или витамины. Вот точно можно принять, употребить. И излечить своё негодование. Так, ну, пока что я не буду на этом зацикливаться. И давайте отправимся в каюту. Ой-ой-ой, это начинает темнить. Я так понял, да? Окей, ещё раз тогда всплывём. Берём воздуха. И вновь отправимся вниз исследовать. Так, что у нас там есть? Да нет, вроде солнца есть. Это, наверное, заканчивался кислород. Так, ой, здесь как-то реально очень темно. Ласты. Ну, что я могу сказать? Их нет смысла сейчас напяливать на себя. Вот и карбюратор. Так, нож пошёл к этой в баню, потому что он мне важнее. Вот ещё один нож, который мне не нужен. Так, и давайте быстренько всплываем, 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 пока я не задохнулся. О-о-о-о-о. Да, бэйби. Шиньего бейджа, скраус. Так, ну, да. Продолжаем путешествовать на острову и полоплыли. Нашёл я здесь, знаете, что? Фьюл тэнк. Ну, карбюратор я нашёл в том запомненшём корабле. Так, двигатель у меня здесь не осталось. Здесь изолента. Так, канистра тоже есть. В общем, изолента и ещё чё-то, я не помню что, но уже могу с уверенностью вздохнуть вот с облегчением, потому что у меня осталось совсем уж прям-таки мало материалов. Так, я вижу потенциальное место так, какого-то задорывшего корабля или это будет самолёт, или я не знаю, что это. Но сейчас мы это выясним. Скорее всего, это какая-то мачта корабля, да, задорывшего корабля. Так, у меня... Ой, блин, я выкинул фонарик. Это очень плохо. Так, давайте, наверное, вернёмся за фонариком. Блин, давать так нам хочется. И темнеет уже. Беда. Реально беда. А этот корабль очень немалый, я вам скажу, и в нём я всё же могу найти то, что мне нужно. Поэтому это пропускать этот корабль не сильно уж и хочется. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всего хорошего. Пока. Мои птищи для лучше всех! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok